Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. Среди сотрудников, военнослужащих и ветеранов войск Росгвардии России высшего знака отличия медали «Золотая звезда» удостоена 306 Героев Советского Союза и 173 Героя России. В их числе наш земляк, рядовой срочной службы Евгений Остраухов. Память Героя России почтили сослуживцы, солдаты и сотрудники Управления Росгвардии России по Кращево-Черкесии. Фатима Даурова подробнее. Грозный 90-х. Ожесточенные уличные бои. Большие потери с обеих сторон. Горящая техника, подожженная огнем гранатометов. Цели, подававшие жизнь, безжалостно расстреливаясь из всего имеющегося оружия. И в этом огневом хаосе наводчик пулеметов, бронетранспортеров 54-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа Евгений Остраухов. Уже в самом начале боя он получил ранение в руку и ногу, но остался в боевой машине и смог открыть ответный удар. Позже, несмотря на полученное в ходе боя второе ранение, Евгению удастся выбраться живым не только самому, но и спасти своих сослуживцев. Раненый солдат дождался прорыва армейской колонны и только после этого потерял сознание от потери крови. Это был первый бой Остраухова. Впереди еще будут другие. Временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии Сергея Богданова и заместитель начальника по работе с личным составом Марат Суров вместе с сотрудниками вне ведомственной охраны региона приняли участие в торжественной церемонии, которая состоялась у памятника Герою России Евгении Остраухову, что стоит в центре его родного города – Усть-Жигута. Полковник Марат Суров рассказал молодым офицерам о боевом пути сослуживца, о примере его мужества и солдатской выдержки. И сегодня на примере подвига Евгения Остраухова мы довели до личного состава ту стойкость, то мужество, тот патриотизм, который проявил Евгений Владимирович. И, конечно же, хотим, чтобы это в дальнейшем отразилось на добросовестном отношении к службе нашего личного состава, чтобы в каких-то стрессовых ситуациях они тоже могли проявить себя как смелые и мужественные ребята. Евгению Остраухову пришлось поучаствовать и во второй кампании. На его счету несколько командировок в зону проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. Одна из них стала последней. Старший лейтенант Евгений Остраухов трагически погиб в ходе проведения спецопераций по пресечению действий незаконных вооруженных формирований 25 августа 2002 года в селе Старые Атаги. Он стал одним из первых, кто удостоился звания Героя России с вручением медали «Золотая звезда» в ходе проведения кампании по восстановлению порядка на территории Чеченской республики в 1994-1996 годах. Фатима Даурова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Фатима 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 Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Продолжение следует...